4.2 это есть повестки дня. Где профиль бы сам, который, либо его завеститель, который бы доложил состояние вещей сейчас? Есть ли основания для того, чтобы расставлять договор о ренте? Давайте пригласим его еще раз на следующую комиссию спроса. Я слушал. Представитель, вы представитель. Я директоров украинцев. Ну, давайте тогда на следующую комиссию спросим. В 2008 году был построен торговый центр «Украиночка» на территории, на которой была, в принципе, несанкционированная торговля. Все прекрасно живут в городе и все прекрасно видели, что было 8 лет назад на той территории. Торговый центр построили, облагородили территорию, за свои деньги сделали газон, площадки, скамейки и все остальное. Значит, благодаря нам, благодаря нам, руководству «Украиночки», вокруг этого земельного участка санкционированная торговля сейчас отсутствует полностью. При всех обращениях и в ангурскую администрацию, и в горы с полуком никто палец о палец на эту тему не ударит. В конце прошлого года было коллективное обращение на меня, как директора «Украиночки», было коллективное обращение частных предпринимателей, которые торгуют на этих всех прилегающих территориях, о том, чтобы мы каким-то образом помогли им организовать торговлю. В связи с чем это было связано? В связи с тем, что это было в конце года и в начале года повышение минимальной заработной платы, налоги и сборы. То есть, соответственно, и поймите одну вещь, что за все 8 лет, когда функционировал торговый центр, вы посмотрите, что там получилось. Под высоковольтной линией сначала построили вдоль проезжей части один комплекс магазинов, через какое-то время вдоль трамвайной линии, обратно же параллельно, построили второй комплекс магазинов, плюс все палатки, все остальное. То есть, люди, которые реально платят налоги и сборы, стали неконкурентоспособными, потому что вся несанкционированная торговля начала перебивать этим людям, соответственно, торговлю. Они обратились, предоставить им, рассмотреть возможность, предоставить им торговые места, чтобы они могли как-то прокормить свои семьи. В связи с тем, что у нас в договоре аренды земельного участка прописана возможность дачи субоаренду части земельного участка, мы решили возможность... Про что? Газон? Про газон я вам сейчас... Сейчас я вам про газон дальше расскажу. Часть этого... При встрече... При встрече с предпринимателями... При встрече с предпринимателями... При встрече с предпринимателями... Было озвучено такое решение, что они даже сами возьмутся за вон в устройство этих всех мест. Единственное было сказано вопрос, что эти места должны быть некапитальны. Был заключен договор субаренды с частным предпринимателем, который взял на себя вопрос организации этих мест. На этой территории должны были стоять легкие переносные конструкции, которые в принципе и делались для выносной торговли просто одним видом. Не так как палатки, всякие там палатки, я не знаю, там какие-то... просто... Человек решил сделать просто одним видом красивой переносной временной конструкции. Для проведения ярмарка, для проведения своих продаж и все остальное. Откуда пошла такая... Ну, вам надо было... Понимаете, я сейчас... При... Я просто говорю, за все время, за эти... Стройка началась когда? В первых числах... За все время никто не пришел на тот земельный участок. Был единственный раз, один единственный раз, Сразу в первый день мимо пробегало два сотрудника Ингульского райисполкома. Ты составляли нам? Никто ничего не составлял, я стоял лично, с ними общался. Они знали меня, у них есть мой номер телефона и все прекрасно были осведомлены. Все, после этого ни одного, ни депутата, ни райадминистрации, никого не было на этом территории. Почему я сюда пришел? Я это все узнаю через интернет. Понимаете? Человек, предприниматели, после всей этой шумихи в интернете сказали, Ребята, да не хотим мы. Пожалуйста, мы хотели платить нормально. Налоги. Мы хотели платить нормально, стоять по заключенным договорам, нормально, чтобы все было. Не хотите, не надо. Они взяли когда? Позавчера разобрали все эти конструкции. И кто из этого, понимаете? И кто из этого выиграл данную ситуацию? Я не знаю. Я понимаю. А скажите, пожалуйста, а вы, я имею ввиду, то Украиночка подавала заявление о прекращении договора аренды? Зачем? Нет, я спрашиваю. Да? Подавали такое заявление или нет? Потому что в проекте решение вынесено на дате взвода на приплывание того Украиночка право окорестования. Мы можем принимать такое решение, если вы обращались заявлением. Вы обращались. Насколько я знаю, единственное, есть зарегистрированный официальный договор с оборудованием. Мы сейчас вам предпринимаем. Все. Все остальное это просто какие-то институционации, которые непонятно где-то. Вы что сбиваете? Я не пойму. Так выходит все, что вот интернет и то все другое, вот это все балочки, то есть вы пришли что доказать нам? Я пришел вам с первого хорста рассказать о ситуации, а не читать неизвестно кого в интернет-изданиях под балаклавами, понимаете, фотографии. Есть какие-то вопросы ко мне по этому участку, просто задавайте и я все конкретно отвечу. Чтобы не было потом дальше никаких-то непонятных разговоров. Вопросы есть? Вопросы есть в случае это в комбиси? Вопросы есть в том, что представителей нет, кто у Павловы есть. Потому что у Павловы тоже шары у нас сейчас любят в заседании. Все, спасибо, что вот, все. А вы хотите включить повестку дня? В следующий раз, то вы имеете в виду. Если он есть, то он есть в протоколе. Почему ты не нашла? Но это присутствует, если придет, потому что по прошлому заседанию нам же надо было комплекс документов предоставить. Правильно? Ничего же не сделано абсолютно. Мы даже не выносили. Так, это все документы тогда выносили.